Алексей Гордовский Некоторое время назад он взбудоражил практически весь интернет Объявив о своем очень необычном подходе к тренировкам Если говорить в двух словах, то он делает каждый день один подход на максимум в каждом упражнении И это позволяет ему поддерживать свою очень даже неплохую физическую форму Многие в комментариях попросили просмотреть этот тренировочный подход с точки зрения науки И что я и собираюсь сегодня сделать И понять, действительно ли он имеет право на существование Или это что-то очень странное Давайте вместе посмотрим ролик Алексея К сожалению, у него нет отдельного видео полноценного про тренировки в один подход на максимум Может быть, кстати, посмотрев этот разбор, он такой сделает Где все вместе соберет всю свою информацию и объяснит А вырывать куски стримов было очень и очень неудобно Но я вот нашел один, вроде бы, где он более-менее полноценно отвечает на этот вопрос Соответственно, хочу посмотреть его, разобрать и объяснить все вам Будем смотреть ролик Алексея под названием Почему я тренируюсь до отказа и делаю только один подход на каждое упражнение Погнали! Добрый день, Алексей! Не могли бы вы рассказать о концепции своего тренинга? Почему один подход? Почему до отказа? Почему именно эти упражнения? Почему не занимаетесь свободными весами? Ну, я начну с свободных весов, потому что об этом каждый раз я говорю Я не занимаюсь свободными весами легкими, ну, вернее, как, легкие свободные веса У меня есть гантели, две гантели по 9 килограммов, с которыми я приседаю много раз В качестве кардионагрузки, ну, точно такое силовое кардио Тяжелых весов, свободных, я не использую, потому что я берегу суставы и позвоночник По этой причине это главная и, может быть, даже единственная причина Но еще мне это не очень нравится, но главная причина – это я берегу суставы и позвоночник Ну, про то, что заниматься со свободными весами, может, не нравится Это я Алексея отлично понимаю, я тоже пробовал несколько раз И просто чувствую, что это не мое В отличие, например, скажем, от тренировок с гирями, которые очень веселые Это действительно прикольно Тренировки с железом, вот, со штангами, прям, не заходят и все С этой точки зрения я могу его понять С точки зрения, что он бережет суставы, мне непонятно, о каком именно большом весе он говорит То есть, если это килограмм 150-200, то, наверное, да Хотя, опять же, все зависит от уровня подготовки Я вообще не знаю, много ли это или мало Но если мы говорим о весе в 50-60 килограмм, там, даже 100 килограмм В приседе, становой, жиме лежа Если вы постепенно подходите к этому уровню нагрузки То сложно говорить о какой-то проблеме для суставов или для позвоночника Наоборот, вы становитесь крепче и это поможет вам в обычных бытовых ситуациях Если надо будет, там, в холодильник передвинуть диван, отнести девушку на руки Взять и куда-то отнести Это будет гораздо проще сделать, если вы до этого тренировались с сопоставимым весом Понимаете, какую нагрузку он дает, умеете распределять безопасным образом по разным своим мышечным группам И все в таком духе Поэтому говорить однозначно, что, типа, железо, это вредно для суставов и позвоночника Ну, эта позиция довольно странная Почему до отказа? Почему тренинг? Почему у меня, как вы написали, концепцию своего тренинга Почему один подход? Почему до отказа? Может, мы будем взять, почему один подход до отказа просто Потому что в ходе одного подхода до отказа Мышца выдает все, что может Ну, или может, получает все, что может Короче говоря, по максимуму там все происходит И все остальные подходы в этом смысле не дадут уже ничего А время на восстановление увеличат Поэтому после одного отказного подхода, я в этом убежден, собственным весом один раз в день К следующим, через сутки, организм восстановиться успевает Успевает оно это сделать Несмотря на то, что мне пишут То, что мне говорят, ты декларируешь какую-то ерунду Ты там вгоняешь всех в перетрен Нет, успевает В исключительных случаях Конечно, если вы в принципе усталый Если вы не можете сегодня эту тренировку делать Если вы настолько перезагрузились Но это другой разговор Я говорю, так сказать, о среднестатистическом нашем положении Среднестатистическом состоянии Не когда мы там на пределе биоритмов Но и не когда мы уже умираем, падаем Тогда, конечно, может быть и не стоит такую тренировку выполнять Но это исключительные случаи, повторяю Так, с чего бы начать это комментировать? Зачем с того, что если Алексею пишут люди Что они не успевают восстанавливаться после тренировки до отказа То это повод задуматься Что, возможно, где-то у тебя в твоих рассуждениях есть ошибка Что ты считаешь, что это исключительные случаи А тебе много людей об этом пишут Второй момент Что касается отказа Существует много разных видов отказов Если мы говорим про потяги на турнике Как самый, наверное, близкий всем пример Есть полный отказ До него очень мало кто доходит Это когда вы висите на перекладине И подтягиваетесь до тех пор Пока у вас руки сами не начнут отпускать перекладину Это полный мышечный отказ Вот вы уже просто не сможете держать Мущество людей просто попотягивается Устанет Повисит немножко Сделает еще одно-два повторения И спрыгнет Это не полный отказ Это вы сами решили Устали спрыгнуть Полный отказ Это когда мышца не может выполнять нагрузку, которую вы ей даете В данном случае рука просто будет разгибаться сама Вы будете хотеть держаться за перекладину Обязательно, кстати, попробуйте Напишите в комментариях, если попробуете о своих ощущениях Очень необычные Вы очень хотите держаться Но руки сами будут, вопреки вашей воле, разгибаться Вот это вот полный отказ Второй вариант отказа Это технический отказ Если вы делаете подтягивания В какой-то момент вы обратите внимание Что вы уже не можете выполнять их так же чисто, как делали вначале У вас уже не хватает сил И в этом плане вы можете начать тебе помогать ногами что-то делать Подкипинговать, дергаться, дрыгаться Одну руку делать вперед, вторую за ней и так далее Техника очень сильно ухудшается Потому что целевым мышцам уже не хватает сил Соответственно, нагрузка будет перераспределяться на другие Организм будет пытаться изменить технику выполнения Для того, чтобы компенсировать недостаток сил И это второй вариант отказа К слову, я часто вижу, что люди так делают Но никакого смысла так делать нет Если ваша задача именно в тренировке конкретной мышечной группы В тренировке сил, тренировке выносливости То работать нужно до технического отказа Если не можете дальше, то и не нужно Вы можете сделать в частичной амплитуде Продолжить выполнять повторения, пока вы можете их делать Но выполнять их чисто, чтобы работала именно целевая мышечная группа Это второй вариант Если мы говорим про выполнение, допустим, частичных подтягиваний Когда вы из положения подбородок над турником Опускаетесь, допустим, до угла в 90 градусов И обратно к тын-тын делаете небольшой Или вы делаете непосредственно подтяги на бицепс целевые Где все действие выполняется исключительно за счет сокращения и расслабления бицепса И работа у себя происходит в локтевом суставе Я сделаю этот ролик еще отдельно Напомните, пожалуйста, лучшее упражнение для бицепса Соответственно, там будет третий вид отказа Связанный с тем, насколько вы долго сможете выдерживать закисление и сжение в мышцах Потому что из-за того, что сама нагрузка относительно небольшая И движение в амплитуде также небольшое выполняется Техника портиться не будет Но после какого-то количества повторений Вы заметите, что мышца начнет забиваться Еще через какое-то количество повторений вы поймете, что мышца начнет уже гореть И вот в зависимости от того, насколько долго вы сможете заставлять себя сопротивляться Этому Женю и продолжать выполнять упражнения От этого и будет зависеть, в какой момент у вас наступит отказ Это третий вариант тренировок в отказ Наконец, есть еще четвертый вариант тренировки в отказ Связанный с выполнением взрывных упражнений Если вы делаете взрывные подтягивания, стараясь протянуться как можно выше То спустя буквально 2-3, в лучшем случае 5 повторений Вы увидите, что амплитуда, в которой вы выполняете это упражнение Она значительно снизилась И вы уже не можете делать именно их во взрывном темпе Резко развивать скорость В этом случае, если ваша цель заключается в тренировке именно взрывной составляющей Если вы тренируете высокие подтягивания для того, чтобы делать выходы силой Нужно заканчивать подход А того, что вы сначала в подходе делаете взрывные, а потом обычные Для взрывной составляющей никаких дополнительных плюсов вы не получите Но при этом вы утомитесь, мышцам нужно будет больше времени на восстановление И, соответственно, тренировка затянется А смысла с точки зрения достижения вашей конкретной цели в этом не будет То есть есть 4 разных варианта тренировки в отказ Как конкретно тренируется Алексей, он не сказал И я глянул еще пару роликов, там тоже нет информации А это на самом деле будет влиять Потому что если мы говорим о тренировке взрывной силы То сделав один подход на максимум, скажем там 3-5 повторений То, естественно, из-за того, что очень небольшой был тренировочный объем К следующему заданию, к следующему дню, к следующей тренировке Человек, скорее всего, сможет восстановиться Если же мы говорим о тренировке в полный мышечный отказ И если это у вас не всего 5 подтягиваний, да, которые вы можете сделать А у вас максимум, допустим, 20 подтягиваний, 25 подтягиваний, 30 То, естественно, здесь тренировочный объем и интенсивность намного-намного больше И организму будет требоваться больше времени на восстановление И сможет ли он восстановиться до следующего дня Это большой вопрос Большой вопрос Честно скажу, какое-то время назад я пробовал тренировки с одним подходом Одного единственного упражнения, которое выполнялось бы в технический отказ То есть до тех пор, пока я могу в чистой технике выполнять упражнение, я его делаю И я смог увеличить потяги с 12 до, по-моему, 16 или 17 То есть я раз в день, поздно-поздно ночью, когда шел выбрасывать мусор Заходил на площадочку, делал один подход На максимум технический слезал и шел домой И так вот было до 16 или 17 подтягиваний Насколько это эффективно, не могу судить Потому что у меня в прошлом есть максимум в 35 подтягиваний И, возможно, просто сыграл эффект мышечной памяти Если бы у меня не было такого максимума, возможно, я бы не смог так спрогрессировать Поэтому однозначно сказать я не могу С точки зрения восстановления, в те дни, когда я нормально высыпался, а не спал по чуть-чуть То, да, к следующей тренировке я был готов Но, опять же, я делал всего одно единственное упражнение Я делал только один подход в подтягиваниях То есть тренировочный объем был очень и очень небольшим Если же Алексей говорит о том, что он делает по одному подходу на максимум в каждом упражнении То здесь есть пересечение мышц То есть у вас будут руки работать и в подтягиваниях, и в отжиманиях И будут точно так же уставать Поэтому говорить о том, что это всего был один подход И вы будете успевать восстанавливаться Исходя из той информации, которая у нас сейчас есть Нельзя Может быть будете, может быть не будете В обычных, среднестатистических случаях Выполнение одного подхода до отказа С собственным весом в ходе одной тренировки Позволяет восстановиться этой группе мышц к следующему дню Ну, через сутки Я иногда быстрее даже это делаю Так что, то есть повторяю Концепция такова Почему один подход до отказа? Потому что... Ну, не один подход и почему до отказа А почему один подход до отказа все-таки? Потому что выполнение нескольких подходов до отказа Вот это уже на одну группу На того же упражнения Это очевидный перетрен А выполнение подходов Не до отказа Какого-то количества Вдобавок или до, или после К этому отказному подходу Ничего уже не даст А только увеличит время, необходимое для восстановления Такая ситуация Ну, сложно говорить о том, что ничего не даст Но при этом увеличит время на восстановление То есть все-таки какую-то нагрузку мышцам оно даст И это тема для отдельного ролика На самом деле сейчас не будем про нее говорить Но есть два параметра тренировочных Интенсивность и объем Два ключевых параметра, которые вы можете играть на своих тренировках Интенсивность зависит, насколько вам тяжело делать упражнение Она может выражаться как в тренировке до отказа Так и в более каких-то объективных показателях Например, весе, с которым вы делаете То есть, например, потяги с собственным весом Будут менее интенсивными, чем потягивания плюс 10 килограмм Или чем... Или обычные потягивания будут менее интенсивные, чем взрывные потягивания Или выхода силы И второй момент это тренировочный объем То есть сколько повторений вы в сумме делаете вот этого упражнения И нужно понимать, что если упражнения Эти два параметра взаимосвязаны Нет никакого смысла по большому счету увеличивать тренировочный объем Без увеличения интенсивности То есть если вы будете делать какое-то очень легкое упражнение очень много раз Вы не будете получать тот же эффект в плане роста силы, роста выносливости Роста взрывной силы, объема мышц Как если бы вы делали его меньшее количество раз, но с большей интенсивностью Вы можете сто раз поднять ложку чайную, да, на бицепс И это даст несравнимо меньший результат, чем если вы сделаете просто 10 подъемов Пятикилограммовой гантели на тот же самый бицепс Надеюсь, доступно объяснил Тема для отдельного ролика, мы ее там рассмотрим Просто напомните, чтобы я рассказал про интенсивность и тренировочный объем Вкратце сейчас я это и сделал, но можно развить Поэтому то, что Алексей сейчас говорит, что дополнительные повторения Дополнительные подходы, пускай и не в отказ, ничего не добавляют Но это, конечно же, не так, потому что объем увеличивается Плюс к этому вы очень сильно выложились на первом подходе, который был в отказ И, соответственно, парочка-тройка дополнительных подходов могут вам помочь Но здесь опять же нужно исходить из тех целей, которые вы преследуете Например, если вы хотите увеличить количество своих подтягиваний Вы подтягиваетесь всего 10 раз на максимум То если вы хотите прибавить одно повторение То вам нужно будет сразу прибавить 10% К своему текущему максимуму это очень и очень много Если же вы делаете в двух подходах, скажем, вы делаете 10 подтягиваний И потом 5, в сумме 15 И вы прибавите сначала к вторым пяти единичку То процент добавляем нагрузки будет гораздо меньше На этом, собственно, и построена моя методика по увеличению количества подтягиваний Которая называется 5 шагов Вот здесь я размещу на нее ссылку, можете посмотреть Там я объясняю, как это работает С другой стороны, можно делать даже не на максимум все упражнения И, например, в образовательной программе Сотка люди тренируются каждый день Но они выполняют тот тренировочный объем, строго определенный Который позволяет им успевать восстанавливаться за 24 часа И там, конечно же, все делается не на максимум Там несколько упражнений Они частично пересекаются между собой И рост тренировочного объема идет постепенно Рост увеличения интенсивности тоже идет постепенно Но таким образом, чтобы это позволяло успевать человек восстанавливаться за 24 часа Потому что там цель в том, чтобы человек мог тренироваться каждый день И уже исходя из этого строится его тренировочная программа Как вы считаете, что лучше для здоровья и хорошей мускулатуры тренировки каждый день в одном подходе до отказа Если на 70-80%, тогда 3 подхода, ну то есть не повторов, короче говоря, либо 1 подход до отказа на каждое упражнение, на каждой тренировке, либо 3 подхода на 70-80% от вашего максимального количества повторов в этом упражнении, либо 5 подходов на 50% от вашего максимального количества повторов в данном упражнении, но эффективнее я все равно считаю выполнение 1 подхода до отказа. Но! Тут пришла минутка, так сказать, пиара. У меня есть программа тренировок. Нет, нельзя так говорить. Нельзя говорить, что... Тем более, без каких-либо обоснований, без ссылок на какие-то источники, исследования. Хотя я считаю, что любые исследования, посвященные конкретным тренировочным принципам, они крайне слабы и не заслужат внимания. Просто потому, что мы не можем убедиться в том, что человек, который выполнял упражнения, тестируемый, испытуемый, действительно, он говорит, что я выложился на максимум, все, я больше не мог. Что вот он действительно выложился на максимум, а не сдался, и у него действительно не осталось сил, а не просто ему захотелось прекратить упражнения. Понимаете? Это очень-очень сложный момент, который делает все эти исследования недостаточно достоверными, не настолько достоверными, чтобы можно было сказать, что вот этот тренировочный принцип намного будет более эффективен, чем другой тренировочный принцип. Понимаете, или это упражнение намного более эффективно, чем другое упражнение Так что вот эти конкретные рекомендации про 50-70-80% кажутся взятыми, на мой взгляд, совершенно из головы Тем более никаких источников не было указано, значит я буду считать, что они просто из головы были взяты Что касается вопроса человека, то он сам по себе поставлен неправильно Человек сначала должен определиться с тем, каких целей он хочет достичь Затем определиться с тем, какие у него есть возможности То есть нет смысла тренироваться каждый день, если тот же самый результат ты можешь получить за 3 тренировки в неделю А если ты хочешь наращивать мышечную массу, то здесь нужно говорить не о том, сколько раз в день, сколько раз в неделю ты тренируешься А о том, что ты на тренировке даешь своим мышцам нагрузку, которая является для них стрессовой То есть создаешь у организма запрос на построение новых мышц И затем через какое-то время, когда организм построил тебе новые мышцы Даешь нагрузку более высокого уровня, чтобы она снова была стрессом То есть это более глобальные вопросы, над которыми нужно задуматься И каждый будет смотреть по себе, потому что далеко не у всех есть возможность тренироваться каждый день А кому-то не нравится тренироваться с тяжелыми весами Кому-то хочется более легких тренировок То есть в общем плане, я даже нарисовал матрицу, матрицу Кучума для оценки тренировочной программы Ты просто смотришь, что работает для тебя, ты составляешь программу, исходя из своих целей Дальше смотришь, работает она, не работает, что работает, что не работает Вносишь корректировки в эту программу и двигаешься дальше Говорить однозначно о том, что тренироваться каждый день по одному подходу в отказ лучше, чем тренироваться 3 раза в неделю И выполнять там какие-то упражнения на 70-80% от максимума Но их будет несколько упражнений, общий тренировочный объем будет больше Нельзя! Нельзя! Сравнивать можно только одноразрядные величины Чему учат физики? Если что-то измеряется в метрах, то его можно сравнивать только с чем-то, что тоже измеряется в метрах Нельзя сравнивать метры с секундами Нельзя сравнивать килограммы с чем? Пишите в комментариях, с чем нельзя сравнивать Килограммы Но суть вы поняли Эти тренировочные схемы нельзя сравнить Нельзя говорить, что одна из них будет лучше, а другая будет хуже Слишком много параметров, которые нужно принимать в расчет Вот она Нет, это не она Вот она Вот это она И вот к ней текстик Нет, это не он Вот он В этой программе, помимо, так сказать, классического моего подхода Описан еще и метод выполнения, проведения тренировок При котором не требуется выполнение отказного подхода на каждое упражнение, на каждой тренировке А требуется выполнение только одно упражнение выполняется до отказа Остальные выполняются на 50% от вашего максимума И это одно упражнение как бы скользит от тренировки к тренировке Там все очень подробно описано Вот там Вот это, кстати, подход, на мой взгляд, имеет гораздо больше логического смысла То есть ты делаешь одно упражнение, тяжелое, в котором ты выкладываешься по полной И добавляешь упражнения на другие группы мышц, которые делаешь в поддерживающем режиме И от дня к дню у тебя тяжелое упражнение меняется Соответственно, поддерживающие упражнения сохраняются В этом плане уже больше вероятность того, что ты будешь успевать восстанавливаться за 24 часа Потому что у тебя тяжелое упражнение будет другим Если ты в один день выполнил подтягивание, все, в отказ А в другой день у тебя в качестве тяжелого идут приседания А в третий день у тебя идут, допустим, отжимания То одной мышечной группы, ключевой, той же спине, есть достаточной Получается у нее несколько дней на восстановление Даже если ты между двумя тяжелыми тренировками делаешь поддерживающие на ту же группу мышц По одному подходу я не знаю Вот там все очень подробно описано Похожий метод есть и в этой книге Но здесь, конечно, он более сконцентрирован Книга более, так сказать, полная и там вообще много всего А здесь прицельный удар как раз вот по этой теме Поэтому, если есть желание, по ссылочке под этим видео Указано, куда обратиться, чтобы эту программу приобрести 22 страницы, электронная книга в формате PDF С подробным описанием всего, что только можно И такой программы, и такого ее выполнения Показано, как в упражнении делаются И полная, в общем, красота Короче говоря, если есть желание, добро пожаловать Ну, предупреждаю, она платная Ну, книжка, понятно, платная, это издательство продает Это тоже платная Тут меня, знаете, я тут на одном недавнем стриме выступил в поддержку социализма И меня потом просто заклевали Что ты говоришь? Ты что там, сталинец? Ты что, хочешь нас обратно? Ты что, хочешь нас... Товарищи, никаких проблем Вот капитализм Вот, значит, с этой стороны капитализм И с этой стороны капитализм Денежка сюда, денежка туда Полный капитализм к вашим, так сказать, в руках Говорить можно все, что угодно Но фактически, вот для тех, кто активно выступает за капиталистический способ производства Капиталистическую, так сказать, рыночную экономику Вот специально для них подготовлено два объекта Один с одной стороны, а другой с другой стороны Оба платные, оба великолепные В конкуренции с другими Вот эта книжечка, вот эта Ну, здесь Алексей показывает, что он абсолютно не понимает разницу между социализмом и капитализмом И главное преимущество капитализма заключается в том Я, кстати, абсолютно всеми руками за капитализм Я считаю, что это лучшая экономическая формация из когда-либо созданных человеком Она не идеальна Капитализм это ужасная вещь Но лучше него ничего пока человечество не придумало И главное преимущество капитализма заключается в наличии свободы выбора Алексей сам разработал программу Это является результатом его труда И у него есть неотъемлемое право решать, что с ними дальше делать Хочет он их распространяет бесплатно Хочет он их продает Хочет придумывает и еще какие-нибудь способы распространения использует Он полный хозяин своей собственности В отличие от социализма, никто не будет ему указывать, что ему с ними делать И это прекрасно Говорить о том, что программы платные, потому что у нас капитализм Это лукавство В отличие от 22-страничного PDF Одной из программ Алексея У меня есть программа Сотка В которой материалы, если переводить их в странице, на сотни страниц Там и графики, и картинки, видеоинформация на сотни часов В разработку программы было вложено миллионы рублей Еще миллионы были вложены в ее продвижение И при этом она абсолютно бесплатна И это мой выбор, который у меня есть благодаря капитализму И благодаря капиталистическому устройству общества Собственно, у меня есть возможность сделать эту программу абсолютно бесплатной Для миллионов участников по всему миру Потому что я считаю, что знание — это не товар Знание должно распространяться абсолютно бесплатно и свободно Чтобы любой человек мог учиться и получать всю ту информацию, которая до него накопило человечество Потому что, на мой взгляд, это один из ключевых моментов, который будет обеспечивать долгосрочное развитие человечества Устойчивое развитие человечества как вида И это очень и очень важно И поэтому обвинять капитализм в том, что он сделал программу платными Ну, Алексей, ты захотел — ты сделал Тебя никто не заставлял Никакой капиталистический делец не стоял рядом с тобой с пушкой у виска И говорил, что ты должен сделать эту программу платной Ты сам решил, твой выбор Так же, как у твоих зрителей есть свобода выбора Они захотели, купили Если они посчитали, что твоя программа стоит той цены, которую ты на нее поставил Они ее приобретут Не захотят — не приобретут Но у них есть возможность выбрать твою программу Выбрать любую из десятка других программ, существующих на свободно конкурирующем рынке И это здорово Говорить, что это не здорово И говорить, что лучше было бы, если бы у всех была одна утвержденная государством программа Чья эффективность крайне сомнительна, будем честными Именно потому, что отсутствует конкуренция Именно потому, что отсутствует необходимость доказывать свою эффективность И выживать в конкурентной борьбе Ну, это вообще тема для отдельных роликов У меня есть отдельный свой персональный канал, где я время от времени делаю видео по экономике Можете туда заглянуть, там мы обсуждаем и коммунизм иногда, и социализм, и капитализм, и криптовалюта, и все подобное прочее, что не относится к тематике стритворкаута Но раз Алексей тут про это сказал, то я не мог не остановиться на этом вопросе Вот, так что смотрим дальше, что там есть, если там что-то еще осталось Она год не вылезает из десятки самых популярных в жанре фитнес на сайте лабиринт Ну, может, какой-то один месяц она там выскочила на 13-е, что ли, место Потом опять она туда вернулась На первом она была, и сейчас она, по-моему, на шестом Короче говоря, в жесткой конкуренции Ну, правда, на финансовом моем положении это никак не сказывается, к сожалению Поэтому, еще минутка капитализма Прямо под этим видео, напоминаю, есть ссылочка на донат, на которую можно кликнуть Перевести какую-то копеечку, написать вопрос, и ответ на него мгновенно, фактически, получить вне очереди Так, закрываем капитализм На этом, собственно, ролик закончился Что касается книг, честно скажу, что в 2022 году, если есть доступ в интернет Покупать информацию о фитнесе в формате книги, это очень-очень странно Потому что там ты получишь только текст, и в лучшем случае, в лучшем случае рисунки или фотографии И этого объема информации явно недостаточно для того, чтобы научиться заниматься То есть, по сравнению с видеороликами, информационный объем, который ты получаешь в единицу времени из книжки, он в разы меньше Не говоря уже о том, что какая-то часть информации, значительная часть информации, остается вообще за кадром Потому что ты не можешь ее нормально продемонстрировать Та же технику выполнения упражнений на видео ты показываешь в два счета А в книге даже, если ты покажешь несколько картинок в движении, то не факт, далеко не факт Вообще не факт, что человек поймет, как и что нужно делать Поэтому я честно скажу, что не понимаю тех людей, которые до сих пор покупают книги по этим вопросам Это явно... это, блин, не знаю Я не знаю, есть ли книги, где танцем учат по картинкам Вот книги по танцам, книги по брейк-дансу, я не знаю, какая-нибудь такая ерунда Но мне кажется, это вот ягодки одного поля Потому что объяснить в формате картинок и текста, как что надо делать Когда раньше не было возможности по-другому, там, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, ладно, даже в нулевые далеко не везде был нормальный интернет Это просто люди по журналам типа Мэнс Хеллс учились, когда просто не было доступа к информации Это еще можно, да, это еще можно говорить, что ввиду отсутствия альтернатив Приходится выкручиваться, если нет людей, которые знают рядом Приходится выкручивать, но сейчас Покупать книги Я не знаю, это довольно странное решение именно по данной этой тематике Если книги, допустим, по квантовой физике, то это другое дело, это дело благородное Этим надо заниматься Вот, собственно, ролик закончился, подводим результаты просмотра ролика Алексея Конечно, осталось очень много вопросов, на которые мы не получили ответы из этого ролика И, соответственно, чтобы сделать какие-то выводы, нам информации крайне недостаточно О том, что возможно существование формата тренировок, где вы выполняете одно упражнение Каждое упражнение в одном подходит на максимум Да, с точки зрения целей, которых вы будете этим достигать Как Алексей сказал, у него нет цели увеличения силы, нет цели увеличения мышечного объема У него есть цель поддержания своей физической формы И вот с точки зрения поддержания, да, такой вариант может существовать Потому что если у вас цель развиваться, если у вас цель увеличивать свои показатели То, соответственно, и максимум должен каждый раз расти Выполнение упражнения на максимум, это довольно энергозатратное С точки зрения и мышц, и центральной нервной системы действия И если в одном упражнении вы можете сконцентрироваться и выложиться на максимум То чем больше вы будете делать упражнение на максимум, тем сложнее вам будет держать эту концентрацию Соответственно, повышается возможность получить травму С другой стороны, чем больше становится этот ваш максимум, тем больше нужно будет время отдыха Если ваш максимум это 5 подтягиваний, это одно. Если ваш максимум это 40 подтягиваний, это уже совсем другое. Если мы говорим про веса, то если вы, допустим, жмете от груди 30 килограмм, это одно. Если вы жмете от груди 150 килограмм, это совсем другая история. И, соответственно, если вы будете тренироваться на максимум каждый день, каждый день делать до отказа, то вы гораздо быстрее дойдете до своего предела и не сможете просто дальше прогрессировать, Потому что организм не будет успевать восстанавливаться Либо вы приведете себя в перетренированность Либо вы получите травму от того, что организм не будет успевать восстанавливаться Но это рано или поздно произойдет, если ваша цель именно увеличить свои показатели Если ваша цель просто поддерживать текущий уровень И вы делаете до технического отказа То есть, особенно если мы говорим про скользящее Где упражнение, в котором вы делаете один подход на максимум Оно скользит в течение недели Шансы на то, что вы будете успевать восстанавливаться за 24 часа Значительно возрастают Но опять же, тут все индивидуально, надо смотреть конкретно на себя, на свой образ жизни, на свой уровень физической подготовки, на свою генетику И уже отталкиваться, исходя из этих моментов Вот как-то так Надеюсь, что вам понравился этот разбор Если у вас есть предложения по будущим роликам, обязательно пишите в комментарии И если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, то подумайте о том, чтобы присоединиться к команде спонсоров нашего канала на сайте Boosty У нас уже есть 20 спонсоров, благодаря которым я могу отдавать несколько роликов каждый месяц на сторону на монтаж И фокусироваться непосредственно на разборе и поиске информации Потому что это два момента, которые больше всего занимают времени Это непосредственно поиск информации для разбора, поиск информации, которая подтверждает мою точку зрения И затем уже монтаж Сама съемка, кстати, занимает не так много времени Но вот монтаж получасовых роликов, это действительно очень и очень трудозатратная штука Так что, как только я смогу ежемесячно собирать по 40 тысяч рублей Я буду отправлять все ролики, которые снимаю на монтаж на сторону И буду фокусироваться исключительно на съемке новых видео Соответственно, они будут выходить чаще, они будут сняты лучше и все в таком духе Помимо этого, вы можете поддержать нас, если сделаете покупку в магазине workoutshop.ru Это наш официальный спонсор У него, кстати, есть вот такие классные футболки с логотипом Workout сзади И вся прибыль от продажи этих футболок и другой одежды с логотипом Workout Идет непосредственно на развитие этого канала Так что поддержать нас можно вот такими двумя способами Ну а с вами был Антон Кучумов, канал Street Workout И увидимся в следующий раз Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok